Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я в отчаянии. У меня были отношения с парнем два года, были остались по моей инициативе. Спустя небольшое время меня забывало сообщение с его соседом Антоном. Живут в общаге вместе, но друзья меня не являются. Антон проявлял ко мне симпатию, а я в него влюбилась. Но после разговора с моим бывшим оборвался общение со мной, обосновав тем, что не хочет влезать в треугольник. У бывшего остались ко мне чувства, а у меня нет. На этом этапе общение с Антоном было очень... Это было очень больно, ведь мы действительно проявляли друг другу симпатию. Мысли самые ужасные, мне не хочется жить. Подскажите, пожалуйста, как справиться с этим? Такой вот у нас вопрос. Ну вообще, вообще, пожалуй, вот для начала, что можно было сказать, это ваше состояние. В целом, да? То есть больно. А если вам больно, да, то больно от чего? То есть что это за боль? Что конкретно у вас болит, да? И чем вас эта история задела? Прежде чем мы рассмотрим то, как вам справляться, давайте сначала рассмотрим всю картину целиком. Вы пишите, что испытываете отчаяние. Отчаяние от чего? Что вы остались одна? Что вам отказали? От чего вы чувствуете отчаяние? Ну вот. Что вас в это отчаяние, что называется, повергают, да? То есть вот. Есть ли какие-то, ну, более конкретные факторы, которые дают вам вам вот это чувство, вот это ощущение отчаяние отчаяние? Вот. давайте посмотрим давайте посмотрим на это давайте посмотрим с начала на этот аспект По возможности, постараемся на него посмотреть. Дальше. Вы пишете, были отношения два года, расстались по моей инициативе, а расстались из-за чего, то есть какова причина расставания, как она, эта причина расставания на вас повлиял. Понимаете ли вы, ну вот, в этом смысле, что расставание это для вас означает, да? Ну то есть, что это такое, да, расставание, я имею ввиду, для вас. Значит, что оно значит, чего вы хотели, ну вот, в расставании. Например, чего вы хотели в расставании для себя. То есть, хотели ли вы, например, стать свободнее, да? Или почувствовали, что больше не любите человека, да? Или почувствовали, что, ну, вам плохо с ним в отношениях. То есть, расставание, вообще-то, вообще-то, расставание, да? Это травма, это травма. Это довольно, ну, довольно серьезная травма. И расставание, ну, не проживет, потому что два года, да? Два года. Это немал, это немаленький срок. И, конечно, вот, ну, то, что вы расстались, значит, с человеком не может не оказывать давление, не может это оказывать влияние на вас, вот. Поэтому, очень важно здесь увидеть, как вы расставание прожили, вот. Как вы расставание прожили, как вы расставание пережили, вот. И пережили ли вы его вообще, вот. Это очень важный момент, потому что, если вы, условно говоря, не завершили отношения одну. Да? Вот. Вот. Ну, вот, не завершили. Так вот, так вот. получилось, так вышло, вот. То, естественно, естественно. вам будет, вам будет сложно, ну, в других отношениях. Вот. Вот. Потому что, тот негатив, например, который, вот, у вас был, в, предыдущих отношениях, вы перенесете, собственно, в новое. Вот. Вот. И в этом плане, ну, ничего не изменится. Да. А чувства, которые, которые, у вас, вот, были, тоже негативные. Вы можете, так же, совершенно, спокойно, перенести, перенести их, в новые отношения. Вот. А поэтому, очень важно, очень важно, чтобы вы, увидели, этот, этот момент, для себя, по крайней мере. Вот. Дальше. Дальше. Дальше идем. Значит. Вы пишите. Спустя небольшое время, у меня завязалось сообщение с его соседом. Что мы видим здесь? То, что вы пишите, что завязалось, ну, завязалось, общение. А, общение, оно, оно, не завязывается само по себе. И общение завязывается в результате чего-то. То есть, это может быть, вот, какой-то интерес, ну, взаимный, бапустим. Это могут быть общие впечатления, какие-то, бапустим. Это могут быть общие интересы, какие-то, бапустим. Вот. И очень важно, чтобы вы сами увидели своё участие в этом. То есть, я сама стала инициатором, или я сама вкладывалась, ну, то есть, проявляла активность, да, в общение с человеком, в контакте. А, для чего? Почему? Каким образом я, допустим, к этому пришла, очень верно увидеть. Если мы этого не видим, то, опять же, мы не понимаем, допустим, какие цели вы преследуете, значит, в отношениях. Вот. Чего вы хотите в отношениях. Вот. И пусть мои слова не кажутся вам пустыми или банальными. Вот. Человеку важно видеть и замечать это. От того, что люди не уделяют этому внимания, вот, ну, возникает довольно много проблем, которых могло бы быть, если бы, человек задавался вопросом, чего он хочет. И что он чувствует. Ну, по отношению к... По... 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 К... 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 Кому... 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 Чему он хочет там, от... Ну, партнёр... Вейва. Дальше, значит, вы говорите, что друзья в общении с Антоном. И вы пишите, значит, что так, вы пишите, что так, живут вообще вместе, но не друзья, а к чему это, Антон отправлял ко мне с Антоном, я в него влюбился. Как? Как вы поняли, да, что вы в него влюбились? Конкретно, вот как вы поняли это, что вы влюбились в человека? Это как? Чего вам хочется или хотелось? Как изменилось ваше восприятие, да, себя, него и так далее? То есть, как вы увидели, что именно влюбились в человека? Вы пишите, после разговора с бывшим, он оборвал общение со мной, оборвал в тем, что не хочет влезать в треугольник. У бывшего осталось ко мне чувство, о, да, у бывшего осталось ко мне чувство, у меня нет. И как вы это восприняли? Вот. То есть, как вы восприняли то, что человек не захотел влезать, значит, в треугольник? Как вы это восприняли? И именно, вот именно восприняли, как? То есть, вы говорите, что больно. Вот. Вы говорите, что больно именно. Это понятно, что больно. Но восприняли то именно, именно вы это как, вы это как? Конкретно. Вот. Вы говорите, что на этом этапе, вот на этом этапе, это было больно, а на другом этапе было бы не больно. Так получается. А какой этап, больной или болезненный, а какой этап нет? Дальше. Это было очень больно, ведь мы действительно проявляем друг другу симпатизу. Ну, симпатия, это же не любовь, и вероятно, дело, ну, в какой-то степени. Дело, может быть, всё в том, что человек, как раз-таки, к вам не был, вот, ну, не был привязан, вот, и поэтому не захотел, собственно, влезать в треугольник, вот. Поэтому, с вашей стороны, ну, вот именно то, как вы, к этому отнеслись, вы отнеслись к этому, как к чему-то для себя, болезненному, да, неприятному, вот. А как это для, ну, собственно, него было. И, судя по тому, что вы пишете, я могу предположить, что вы это восприняли на свой счет, вот, то, что человек, ну, как-то вот вам отказал, грубо говоря, вот. Вот вы это восприняли на свой счет, ну, почему-то, вот. С чем это связано, что вы восприняли это на свой счет? Может ли это быть, к примеру, связано с тем, допустим, что вы как-то склонны к тому, что вы на свой счет восприняли на свой счет, ну, подобно. Вот. Это вообще очень важно. Вот. Потому что, если вы как-то, вот, подрасположены к тому, чтобы нас везет воспринимать, вот, то ничего удивительного, что вас это за дело. Вот. Ну, и таким образом, я думаю, можно резюмировать, что, по-видимому, по-видимому, вы как-то вот излишне, может быть, концентрируетесь на том, с кем вы находитесь в отношениях. И я могу предположить, что в отношениях решаете некие свои вопросы, связанные с попребностью, ну, попребностями, вот. Если это так, то именно этот вопрос в первую очередь нужно решать, конечно. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Всего самого доброго.